Орловский рысаков Дрогеры и федеральные туроператоры Когда-то этот звук наполнял села, города России Сейчас он крайне редок, но не менее приятен Я вам по секрету скажу, на самом деле Пешить колокольчики под дугу могли только люди, которые работали на казенной службе Но это своего рода сигнал такой, сирена Русские шоруги умели делать укрытие По-европейски практичную, по-азиатски нарядную и по-русски удобную Незабываемое действие организовали Туристский информационный центр «Углич» Уникальный музей Орловского рысака и русской тройки И только набирающая силу конеферма «Русконь» в селе Троицкое Мария Валентиновна Андреева Она переехала к нам из Владимирской области Переезжает, перевозит сейчас сюда своих лошадок Обустраивается, строится ферму И мы очень надеемся, что к ней присоединится Единственный в России музей Орловского рысака Что мы найдем для них помещение и землю И этот музей будет базироваться у нас, в нашем Углическом районе И, в общем-то, привлекать сюда дополнительно туристов Не только в город, но и в наш район Содержанием и разведением русской верховой породы лошадей Хозяйка конефермы Мария Андреева занимается более 15 лет Потомственный ветеринар в животных влюбилась с детства Всю жизнь с животными, всю жизнь с лошадьми И просто уже так случилось, что хочется, чтобы это осталось делом жизни Передалось детям Так, чтобы это привлекало других людей Как-то сплачивало людей Делало их добрее Особенно помогало в воспитании подрастающего поколения Потому что электроника – это все хорошо Гаджеты – это хорошо Но живое животное, забота о живом, естественно, она всегда ближе русской душе И вот здесь, конечно, в Троицком русский дух, он очень сильный Храм, который здесь, который не закрывался с момента своего основания Люди, которые здесь живут Ну вот у нас люди сейчас поют Ой, село у нас хорошее Раньше много нас было, вот таких уже пожилых-то А сейчас все уж примерли Нас осталось две Надежда Андреевна Гусева и Александра Михайловна Мещерская Вот это я Вот ей уже к 90, мне 83 Вот так и живем Ну, любим свое село до страсти Как бы мне, Рябине, в дупе, вратца Я тогда не стала гнуться и качаться Это парадная шапка московских кучеров Не московских кучеров в городе Москве, а московский регион Те кучера при парадном жизни пар и троек носили такие шапки В данном случае на этой шапке павлини перья, а еще бывали пумпоны Сотрудница конефермы Анна Рахманина 18 лет проработала на московском ипподроме И про лошадей знает немало Помимо повседневных забот, к приему гостей подготовила красавца-рысака и специальную запряжку-качалку У нас качалка двухместная, специально для катания Но принцип действия такой же, как и у призовой и у рабочей качалки Лошадь требует к себе особого уважения, внимания И общение с лошадью – это самое большое счастье, что может быть у человека Лошадь чистят перед работой и после работы моют Когда жарко, когда лошадь, ну, по мере загрязнения, так скажем Кормят пять раз в день Первая кормежка в пять утра – это дают овес Потом после работы дают сено, в обед запаривают кашу То есть это овес и отруби Все это перемешивается, дается каша И вечером сено, и потом овесы Пока-пока Пока-пока Рядом с рысаком соседствуют неразлучные друзья – верблюд, коза и гусь Последний, хоть и небольших габаритов, неоспоримый авторитет необычной троицы Панечка Панечка Гусь, главное, ходит под ней Панечка Ой, она тут, когда ее гоняли, по этому гусю, вон там бедный, в разные стороны Панечка Главное, живой остался Телега Мы знаем, для чего она использовалась Это различные хозяйственные нужды, как мелкие, так и крупные Конкретно эта называется сноповозка Потому что в ней также перевозились, как вы думаете, что? Снопы Снопы, все верно Перейдем к следующему, у нас у нас времени так много Следующий экипаж, наверное, самый необычный Из тех, кто здесь представлен, это Таранта Слышали? Да, слышу Таранта Планирую фермерское хозяйство То есть продолжать заниматься своим любимым делом, своими лошадьми Вот, но также привлекать сюда людей То есть сделать туристическое направление Индивидуальное туристическое направление Домики для индивидуальных туристов И если будут силы, особенно финансовые силы Направление лошадей продлить в спорт То есть, может быть, даже создать здесь конно-спортивную секцию Вот награды, это все награды моих лошадей Это не откуда-то с выставок взяты Это все индивидуально Но это даже, наверное, одна пятая часть того, что есть Лошади награждались и как спортивные, и как племенные животные Были победителями многих выставок Буду надеяться, что останусь здесь до конца Есть уже наметки и согласования о том, чтобы Ну, прежде всего, это среди молодежи поднимать и развивать Особое внимание уделить нашим юно-армейцам Проводить какие-то их специальные занятия, мероприятия Пожелаю только администрации обратить внимание и выходить на помощь таким людям, как вот данная семья Символ России – это русская тройка Она символизирует душу народа В связи с тем, что в России всегда были плохие дороги Потому что у нас бесконечное расстояние Дороги, как правило, были узкие Так вот, коренник рысью бежал по узкой дороге А престижные голопом скакали где, ну, как придется Лошади – это наши товарищи Дружить тут особо не получается Отношения все больше товарные Ты мне, я тебе Но иногда случается и дружба А иногда даже и любовь Вот, ну, это уже, скажем так, большая редкость Осторожно! Осторожно! Мои кони идут налево! Вся жизнь человека, русского человека Она была связана с лошадью Потому что это лошадь и незаменимый помощник в поле Это и верный боевой товарищ, который выручал Ну и, ну, опять-таки, это русская душа Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok